Музыка Подошла к концу наша очередная кейс-школа. По окончанию можно подвести определенные итоги. Уровень кандидатов, которые пришли к нам в школу, достаточно вырос. Мы проверяли не только технологическую подготовку, но и языковую. И была отобрана группа претендентов, с которыми в дальнейшем и работали наши ребята. Существенно были переделаны учебные программы и планы по подготовке. Предложили новые учебные программы и взаимодействие с курсантами, со студентами. И как результат мы получили на выходе порядка 10 претендентов на продолжение работы и обучения в дальнейшем нашей компании. Сегодня состоится закрытие нашей кейс-школы. Конечно, мы подвезем определенные результаты. Результаты ваших трудов и трудов наших коллег, наших компаний. И старания за все это время обучения. Как и в прошлом году, мы продолжили практику привлечения нескольких преподавателей для проведения занятий в кейс-школе. У нас было 12 занятий, которые проходили три раза в неделю на протяжении одного месяца. На пяти занятиях мы давали домашнее задание. То есть, таким образом, у участников была возможность не только получить необходимый теоретический базис, но и применить его на практике. В этом году мы решили внедрить экспресс-курс по автоматизации, чтобы дать нашим студентам новые знания и понимание автоматизации. Также мы сделали домашнее задание, и студенты могли выполнить его по желанию и получить фидбэк по своей работе. В этом году мы провели Quality Assurance-школу, в которой было 7 спикеров. Мы провели такого рода эксперимент, в котором скомбинировали спикеров. В одной из лекций у нас было два спикера. Зачастую у нас на лекцию выделяется один спикер. Это помогло нам разнообразить подачу материала. Ребятам было безумно интересно. Несмотря на вечернее время провождения лекций, они включались, варились в этом всем. Было действительно круто. В качестве преподавателя школы я выступала впервые. Мне очень понравился этот новый опыт. Я получила массу положительных эмоций. Ребята выкладывались по полной, они старались, выполняли задания. Они научились очень много новому. Но помимо этого, также и мы приобрели новый опыт. Мы научились взаимодействовать с ребятами. В этом году мы делали индивидуальный подход к каждому участнику школы. Этот подход себя оправдал. Результатами школы мы довольны. Результаты очень положительные. И атмосфера была дружелюбной. Всего два года назад я была таким же участником КЮЭ-школы. А уже в этом году мне предоставилась прекрасная возможность преподавать. И я очень благодарна. Благодарна, прежде всего, ученикам. Потому что они выложились на все 150%. И получили не только уникальные знания, но и позволили нам, преподавателям, расти и работать над собой. Спасибо вам большое. Я полностью с тобой согласен. Потому что ровно год назад я был тоже участником КЮЭ-школы. И самое главное, что ребята, они дружные, они веселые. Они сохранили позитив до конца КЮЭ-школы. Они смогли освоить определенный объем информации, который им поможет в дальнейшем расти и продвигаться в IT-индустрии. КЮЭ-школа – это новые возможности. И позитив. Спасибо вам за это время, за то, что даете возможность нам становиться лучше, за ваш труд. Мы это все ценим. И надеемся, что мы в будущем тоже сможем стать таким же, как и вы. Мы надеемся, что в дальнейшем наши КЮЭ-школы будут более эффективны и полезны для, прежде всего, для нашей компании, но и для города в целом. КЮЭ-школы